Всем добрый день, возможно доброе утро или добрый вечер, в зависимости от того, что у вас сейчас у нас с вами на занятии по математике. Я надеюсь, что вы меня слышите. Так, отлично, вы меня слышите, замечательно. Давайте тогда начинать. Итак, что мы будем сегодня проходить? Здравствуйте, здравствуйте. Давайте начнем мы с такой темы, как упрощение выражений. Давайте посмотрим на такое вот выражение. 5 плюс 4 в скобочках, это все умножить на 3. Заметим, что это выражение имеет такое же значение, как и выражение 5 умножить на 3 плюс 4 умножить на 3. Ну почему? Потому что 5 плюс 4, это у нас 9, 9 умножить на 3, 27. 5 умножить на 3, это 15, 4 на 3, 12, 15 плюс 12, все равно 27. Ну и вот у нас есть иллюстрация, на которой видно, почему равны эти выражения. Если вы сначала сложите 5 плюс 4, у вас получится полный горизонтальный ряд 9 шариков. Соответственно, умножаете на 3, получаем 27. Если мы сначала умножаем 5 на 3, мы получаем голубые шарики, 4 умножаем на 3, получаем желтые, складываем, естественно, получаем те же самые 27. Что показывает у нас этот замечательный пример? Этот замечательный пример показывает, как работает распределительное свойство умножения относительно сложения. Формулируется оно следующим образом. Для того, чтобы умножить сумму на число, мы можем умножить на это число каждое слагаемое и затем сложить получившееся произведение. С помощью букв его можно записать вот так вот. А плюс Б в скобочках умножить на С. Это то же самое, что АС плюс БС. Спасибо. Здоровье точно не помешает никогда. Ну и вот мы посмотрели на примере, да, мы там 5 плюс 4 умножали на 3, получили то же самое, что действительно 5 умножить на 4, 5 умножить на 3 плюс 4 умножить на 3. Давайте дальше посмотрим. Есть такое же свойство, только не со сложением, а с вычитанием. Соответственно, называется оно распределительное свойство умножения относительно вычитания. Предыдущее было распределительное свойство относительно сложения, это относительно вычитание. Работает точно так же. Если у вас есть в скобках сначала какая-то разность, например, 9 минус 5, и мы хотим умножить ее на 3, то мы можем сначала умножить 9 на 3, потом умножить 5 на 3 и, собственно, вычислить данную разность. Ну и видим, да, на примере 9 минус 5, 4, 4 умножить на 3, 12. 9 умножить на 3 – 27, 5 умножить на 3 – 15, 27 минус 15 – все равно 12. И с помощью букв это свойство можно записать следующим образом. Если мы хотим скобку А минус Б умножить на С, то это будет то же самое, что АС минус БС. Соответственно, вот мы посмотрели два распределительных свойства умножения относительно сложения и относительно вычитания. Одно из применений распределительных свойств относительно сложения и вычитания – это упрощение буквенных выражений. Когда мы с вами решаем уравнение, или если у нас есть задание типа дано какое-то буквенное выражение, вычислить его значение при А равном чему-то, то обычно удобно бывает сначала упростить всю буквенную часть, а потом уже дальше решать. Ну, например, если у вас есть выражение вида 3А плюс 7А, то по распределительному свойству умножения относительно сложения мы можем здесь А вынести за скобки. Соответственно, в скобках у нас получится 3 плюс 7. Ну, складываем 3 плюс 7, получаем 10, итого получаем 10А. Обычно при записи, когда это записывается, средний шаг не пишется. То есть вот 3 плюс 7, вот это вот в скобках умножить на А, мы обычно не пишем, а пишем сразу, что 3А плюс 7А – это будет 10А. Ну, в принципе, логично. Если сложить 3 чего-то с 7 чего-то, то получится 10 этого чего-то. И то же самое с вычитанием. Если у нас есть, например, такое выражение 26Х минус 12Х, мы мысленно выносим Х за скобки, получаем в скобках 26 минус 12, ну и, соответственно, вычисляем, получаем 14Х. Ну и пишется обычно сразу, да, без вот этого промежуточного шага со скобками, обычно это в уме оставляется. Так, ну, думаю, что более-менее понятно. Давайте, собственно, посмотрим, как это помогает решать, например, уравнение. Давайте решим такое уравнение. 3У плюс 7У плюс 25 равно 85. Соответственно, мы понимаем, что 3У плюс 7У – это 10У. Значит, наше уравнение можно переписать, как 10У плюс 25 равно 85. Ну, отсюда мы находим, что 10У – это 85 минус 25, то есть 10У равно 60, и, соответственно, У будет 60 делить на 10, то есть 6. Мы можем проверить. Получится, ну, действительно, что 3 умножить на 6 – это у нас 18, плюс 7 умножить на 6 – это у нас 42. Складываем, получаем 60, прибавляем 25. Действительно, получается 85 – все верно. Ну, и, собственно, вот у нас справа нарисовано, как это обычно оформляется. Да, просто мы пишем вот. 3У плюс 7У плюс 25 равно 85. 10У плюс 25 равно 85. 10У – это 85 минус 25 и так далее. Вот мы упростили сначала буквенную часть, потом решили уравнение. Дальше. Помимо того, что для упрощения выражения можно применять распределительное свойство умножения относительно сложения либо вычитания, для упрощения буквенных выражений можно применять еще и сочетательное свойство умножения. Что такое сочетательное свойство умножения? Это свойство нам говорит, что мы можем выполнять умножение в любом порядке и выставлять скобки так, как нам удобно. Например, если у нас есть выражение 2у умножить на 7 умножить на 10, то мы можем сначала 2 умножить на 7 умножить на 10, ну и получить, соответственно, 140. Ну и значит, все это будет равно просто 140у. Так, ну, наверное, тоже пока все понятно, хочется верить. Давайте попробуем поприменять. Давайте попробуем сделать сначала под буковкой А. Итак, с помощью распределительного свойства умножения давайте вычислим вот такое произведение 91 умножить на 8. И вот у нас есть справа сверху подсказка, как удобнее будет это делать. Мы представляем 91 как 90 плюс 1 и затем это умножаем на 8 с помощью, собственно, распределительного свойства. 90 плюс 1 мы будем умножать на 8. Давайте попробуем посчитать, что у нас должно в итоге получиться. Значит, соответственно, для тех, кто с нами более-менее впервые, мы сначала, да, считаем, потом пишем в чат, что у нас получилось, потом сравниваем, смотрим, как было правильно. Так, 73, смотрите, вы 90 на 8 умножаете, а не 9 на 8. 728, 728, 728, 728. Так, ну, прекрасно. Давайте мы тоже умножим. Значит, нам надо сначала 90 умножить на 8. 90 на 8 легко умножается прямо в уме. То, что 9 на 8 72, значит, это 720. И 1 умножаем на 8, значит, прибавляем 8, получается 728. Вот так замечательно в уме легко можно это все посчитать. А если вы 91 будете прямо умножать на 8, то он там столбиком придется считать. Давайте под буковкой B сделаем. 7 умножаем на 59. Для того, чтобы нам было удобно, опять же, представим 59 как 60 минус 1. Ну, вот видите, да, 73, это немножко неправильно, потому что вы нолик теряете при этом. Понятно, я верю, что есть люди, которые могут просто в уме умножить, допустим, там, 7 на 59, но при этом, к сожалению, есть довольно большая вероятность ошибиться по дороге. А мы боремся за то, чтобы как можно быстрее и как можно качественнее считать и не ошибаться. Так, ну, у нас там у всех 413 получается. Давайте действительно посчитаем. 7 на 60 – 420. 420 минус 7 – действительно 413. Так, замечательно. Это у нас было А и Б. Давайте под буквой D сделаем. Умножаем 202 на 3. 606, 606. Ну, тут вообще легко, да. Тут, в принципе, даже можно ничего не раскладывать. Мы просто 2 умножаем на 3 и каждый раз получаем 606. Так, 606. Замечательно. Ну, либо мы могли представить, да, 202 как 200 плюс 2. Соответственно, 200 умножить на 3 – получилось 600. 2 умножить на 3 – получилось 6. Сложили – получилось 606. Так, давайте теперь под буквой E. Попробуем 397 умножить на 5. Ну, по нашей логике, наверное, будет удобно представить 397 как 400 минус 3. Давайте я пока это сотру. Так. Ну, вижу, несколько раз было уже 1985. Угу, угу. Так, ну, 606 – это к предыдущему, понятно. Опять 1985. Ну, давайте тоже посчитаем, да. 400 умножаем на 5 – это у нас 2000. 2000 вычитаем 15. Действительно будет 1985. Вот очень легко все прям в уме считается. Так. Ну, можно, конечно, да, это записать как 300 умножить на 5 плюс 97 умножить на 5. Но, наверное, проще все-таки с вычитанием. Откуда мы взяли 15? Потому что, если мы записываем это как 400 минус 3, то мы получаем 400 на 5 минус 3 умножить на 5. Ну, как раз вот 3 умножить на 5 – это и есть 15. Поэтому дальше мы вычитаем из 2015, получаем 1985. Угу, хорошо. Так, под буковкой И умножаем 4 на 505. 2020, 2020. Ну, тут тоже легко, да. В принципе, можно тоже расписать это как 500 плюс 5. У нас получится 2000 плюс 20. Значит, 2020 действительно будет. И последнее 25 на 399. Наверное, опять удобнее будет 399 записать как 400 минус 1. Так, 4850. Как-то, наверное, нет. Так, 9975, может быть. Так, ну, давайте я тоже посчитаю. Как тут мы умножаем? 25 на 4 – это легко, это 100. Значит, у нас получается 100, да еще 2 нуля. И надо из этого вычесть 25. Ну, да, вроде как действительно получается 9975. Так, ну, хочется верить, что это мы поняли. В общем, мы посмотрели, как можно с помощью этого распределительного свойства упрощать себе жизнь и, в принципе, вычисления прям даже в уме такие проводить. Соответственно, что мы делаем? Мы находим какое-нибудь ближайшее круглое число к тому, которое у нас есть. Ну, допустим, понятно, да, если это 399, то мы берем 400 минус 1. Если это там 91, берем 90 плюс 1. Ну, и дальше считаем. Так, двигаемся дальше. Давайте теперь попробуем наоборот применять то же самое свойство. Сейчас мы в предыдущем задании раскладывали наоборот, да, в произведение, в сумму 2 и потом умножали. А здесь будем, наоборот, выносить за скобки. Вот, давайте посмотрим. У нас есть 69 умножить на 27 плюс 31 умножить на 27. Мы видим, что у нас 27, есть и 27, и в первом, и в втором произведении. Значит, можно 27 вынести за скобки и дальше посчитать. Давайте попробуем посчитать, что же у нас получится под буковкой А. Так, 2700, 2700. 2700. Ну, давайте посмотрим действительно. Значит, вот мы выносим 27 за скобку. В скобках у нас останется 69 плюс 31. И потом это надо будет умножить на 27. 69 плюс 31 – это у нас легко, это 100. Значит, надо 100 умножить на 27. Ну, просто два нуля добавить. Значит, мы действительно получаем 2700. Вау-вау, вот мы молодцы. Давайте под буквой Б попробуем посчитать. Тоже смотрим. Видим, есть 87, есть 87. Ну, значит, наверное, 87 будем до скобки выносить. Так. 8700, 8700. Ну, давайте выносим. Значит, у нас 202 минус 102. И умножить это все на 1 на 87. Ну, та же самая история. 202 минус 102 – это 100. Значит, 87 мы умножаем на 100. Получаем действительно 8700. Ну, я думаю, что принцип в общем поняли. Давайте под буковкой Г, да, посчитаем. Да тут же, смотрите, тут не надо считать на калькуляторе. Тут главное за скобочки выносить, да, что все легко считается. Мы же не умножаем там сначала 202 на 87, 102 на 87 и не вычитаем это все. Мы же за скобки выносим. Как раз смысл-то в этом. Так, ну хорошо. Значит, 24 мы вынесли за скобки в букву Г. 263. Осталось минус 163. Это умножаем мы на 24. Ну, действительно, та же самая история. Получили 2400. Опять же у нас в скобках просто 100. Множили и все. Так. И под буквой Д. Так, у кого-то 18000, у кого-то 180, а у кого-то 1800 получилось. В общем, мы сошлись в том, что это 18, только не сходимся в количестве нулей. Ну, давайте разберемся, какое должно быть количество нулей. Значит, вот у нас опять же 90 мы вынесли за скобку. В скобках осталось 438 минус 238. И это мы умножаем на 90. Значит, в скобках у нас получилось 200. И теперь мы должны 200 умножить на 90. Умножаем 2 на 9. Это у нас 18. И осталось у нас еще раз 2, 3 нуля. Значит, все-таки правильный ответ был 18000. Ну, тут да, тут главное было с нулями не запутаться. Так, ну я надеюсь, что понятно. Значит, если у вас есть выражение вот такого примерно вида, и вы видите, что и там, и там, и в первом, и в втором есть одинаковые сомножители, то часто бывает удобно этот сомножитель вынести за скобку, и дальше у вас там в уме все посчитается. Удобно, быстро, хорошо. Так. Отлично. Давайте теперь поупрощаем буквенное выражение. Задание представить в виде произведения следующее выражение. Ну, то есть просто упростить его. Вот у нас первое выражение 23а плюс 37а. Ну, выносим опять же а за скобку мысленно, да, и складываем 23 плюс 37. Смотрим, что у нас получится. Так, 50, 60, 50, 60. Ну, правильный ответ. Давайте посмотрим. Действительно, если мы это складываем, вот мы а убрали за скобку, у нас получилось 23 плюс 37, и это умножить еще надо на а. Ну, все-таки 23 плюс 37 – это 60, поэтому в итоге у нас получается 60, но все-таки уж не просто 60, да, а 60а именно. То есть, когда мы упрощаем это выражение, мы буквы должны не потерять еще по дороге. Так, давайте теперь под буковкой G попробуем. Y плюс 56Y. Что у нас получится? Так, 57Y, 57Y. Ну, слава богу, я думаю, да, 1 плюс 56 все могут сложить. Действительно, получится 57Y. Ну, я напоминаю, что если мы не пишем какое-то число перед буквой, то это означает, что это у нас как бы 1. То есть, просто Y – это 1Y при вычислениях. И осталось под буковкой G посчитать. Почему Y – это 1? Потому что просто принято, когда у вас получилось 1X или 1Y, просто не писать эту единицу, которая впереди стоит. Ну, точно так же, как, допустим, мы можем любое число записать там, типа 1 умножить на 10. Это будет просто число 10. Ну, соответственно, 1 умножить на Y – это просто будет Y. Поэтому обычно вот эту ведущую единичку перед Y, ну, перед буквой, просто не пишут. Ну, так же, как с числами. Мы тоже обычно не пишем, да, вот это 1 умножить на 10. Просто пишем 10. Так, ну и под буквой G тоже вроде там все уже поняли, что это у нас будет 31L. Соответственно, из 32L мы вычли 1L. Получилось 31L. Так, замечательно. Вот, собственно, как с буквами мы упрощаем наше выражение. Вот теперь пример, зачем нужно упрощать выражение с буквами. Допустим, у вас такое задание. Найти значение выражения 38A плюс 62A при А равном, ну, допустим, 238. Естественно, в данном случае будет проще, если вы сначала упростите буквенное выражение, а затем уже будете подставлять 238. Потому что умножать 38 на 238, 62 на 238 – такое себе развлечение. Ну, давайте попробуем сначала упростить выражение, а потом подставить туда вместо А238 и посчитать, что получится. Так, 338, 23800. 23800, 23800. Так, ну, смотрим. 38A плюс 62A. По той же схеме, как мы только что складывали, складываем, получаем 100A. Потому что 38 плюс 62 – это 100. Ну, а теперь легко подставить. Подставляем вместо А238. Значит, если у нас А – это 238, то получаем, что значение нашего выражения – это 100 умножить на 238. Ну, то есть действительно 23800. Ну, естественно, аналогично под буквой, ну, не под буквой, а просто со вторым значением. Если у нас А – это будет 489, то, соответственно, надо просто 489 умножить на 100, получим 48900. Ну, замечательно. Я думаю, что понятно, что это намного проще, чем по отдельности считать эти произведения, а потом их складывать. Так, замечательно. Давайте теперь порешаем уравнение. Значит, здесь то же самое. У нас, допустим, вот уравнение под буквой А есть 4х плюс 4х, это равно 424. Мы сначала по тому же принципу упрощаем буквенную часть и потом, соответственно, решаем уравнение. И надо нам найти х. Давайте попробуем найти х под буквой А, какой получится. Так, и я сейчас найду, какой получится. Так я уже в уме не умею считать. 212. Как-то прям сомнительно, что будет 212. Ну, как у вас, у всех получается интересный 212. Нам же х надо найти. Х же явно не 212. Чего уж. 54, 53, 424. Так, ладно, давайте разбираться. Вот у вас уравнение. 4х плюс 4х равно 424. Что мы с ним делаем? Сначала мы упрощаем буквенную часть. Складываем 4х плюс 4х, получается 8х. Значит, у вас получается вот такое уравнение. 8х равно 424. Мы знаем, что для того, чтобы решить такое уравнение, чтобы найти х, нужно дальше 424 поделить на 8. Ну, соответственно, давайте поделим 424 на 8, и тогда мы найдем х. Да, я там, если что, увидела, что были правильные ответы. Давайте вместе, дружно поделим 424 на 8, хотя бы уж даже столбиком. Значит, вот у нас идет 5, соответственно, минус 40. Остается 24. Ну, 8 на 3 – это как раз 24. Очень удачно. Значит, в итоге у нас получается, что х будет равно 53. Вот по такой схеме обычно решаются подобные уравнения. Вы сначала упростили буквенную часть, получили дальше уравнение вида. Число умножить на букву равно число. Ну, и, соответственно, дальше вы, соответственно, по разведению делитесь на известный множитель, находите вашу букву. Ну, главное еще правильно поделить по дороге, получить правильный ответ. Давайте по этой же схеме попробуем решить под буквой B. Значит, мы сначала упрощаем буквенную часть. Я вижу, да, 102. Соответственно, упрощаем буквенную часть, потом вычисляем, чему будет равно y. Так, 120, 120. Ну, давайте посмотрим. Значит, 15y минус 8y. 15 минус 8 – это у нас 7y. Получается, 7y равно 714. Значит, чтобы найти y, нам нужно 714 разделить на 7. Ну, пожалуй, да, 714 разделить на 7 действительно будет 102. Тут как-то не поспоришь. Это прям видно. Хорошо. Замечательно. Получили 102. Ну, и по той же схеме решаем теперь под буквой G. Так, вижу 78. Вижу 77. Так, ну, в основном 78. У некоторых 77. Или еще что-то такое. Так, давайте разберемся. Значит, 10k минус k – это у нас 9k. Значит, 9k должно быть равно 702. Значит, чтобы вычислить k, мы 702 делим на 9. Давайте поделим 702 на 9. Действительно 7, 63, 7, 2. Ну, 9 на 8 – это как раз 72. Итого, значит, получаем штука, это у нас 78. В случае. Все-таки, если правильно, посчитать. Так, 78. И давайте последний под букву D. Та же самая история. Порешаем, считаем. Так, 120, 120, 120. 120. Что нам покажет пример под буквой D? То, что неважно, будет у нас там 2 слагаемых с буквами, 3 слагаемых с буквами, хоть 5, хоть 10. Вычисления точно такие же. Мы сначала упрощаем буквы иную часть, выносим здесь мысленно L за скобку, получаем 4 плюс 5 плюс 1, то есть 10L. Ну, и 10L равно 1200, очень легко решается. Соответственно, L – это у нас 1200 разделить на 10, то есть просто нолик. Надо последний убрать, останется 120. Замечательно. Что мы посмотрели? Мы посмотрели, как применяются вот эти все свойства, там, распределительные, все такое, для того, чтобы упрощать буквы и выражения. А упрощать буквы и выражения обычно нужно для того, чтобы решать уравнение. Вот, собственно, так они решаются. Так, божественно. Еще такой один маленький комментарий, что когда вы решаете уравнение, вы смотрите, какая буква у вас в уравнении была написана. То есть по умолчанию обычно мы, когда сами составляем уравнение, всегда пишем X, поэтому обычно всегда хотим написать X. Ну, вот в данном случае в B, G и D у вас там Y, K и L. Соответственно, надо и в ответе, и пока вы решаете, надо все-таки писать Y, K и L, а не X. Так, на всякий случай. Так, давайте попробуем найти следующее. Давайте найдем, без разницы, это если у вас исходное уравнение с X, а если у вас исходное уравнение с буквой L, то надо решать с буквой L. Сейчас объясню, почему это бывает важно, потому что впоследствии, когда будете решать более сложное уравнение, там в какой-то момент у вас будет происходить замена буквы. То есть, допустим, у вас было уравнение с X, станет потом уравнение с L. И вы найдете какие-то значения в итоге, так вот то, что вы найдете, это будет не X, это будет L. И вам потом обратно X надо будет как-то пересчитывать. Поэтому лучше сразу привыкать, что какая у вас буква есть в уравнении, такое и оперируйте. Если у вас х в уравнении, то х пишите. Если л, то а. Если а, то а. Итак, находим х такое, что выражение 7х больше, чем 4х на 51. Ну, для того, чтобы это найти, логично, наверное, составить себе уравнение, потом вы его решите и найдете х. Так, 51 разделить на 3, получается 17. 17, 17. Ну, лучше довольно логично. Так, значит, что у нас сказано? Выражение 7х больше, чем 4х на 51. Значит, 7х минус 4х равно 51. Составили мы уравнение по вот этой записи. Вычисляем 7х минус 4х, это 3х. Получаем 3х равно 51. Отсюда х у нас будет равно 51 делить на 3. Ну, 51 делить на 3 действительно 17. Тут, в общем, не поспоришь. А если у вас получается 27, наверное, вы неправильно не делите 51 на 3. Есть такое подозрение. Ну, все-таки это 17. Потому что 2х умножить на 3, это что там, 81. Так, и давайте под буквой B попробуем решить. Значит, выражение 6p меньше, чем 23p на 102. Найти нам нужно P, соответственно. Так, вижу 6. Я вижу еще 6. Вижу много 6. Так, ну, давайте посчитаем. Значит, 6p меньше, чем 23p на 102. Значит, 23p минус 6p будет равно 102. Считаем 23p минус 6p, это у нас 17p. Значит, получилось 17p равно 102. И делим 102 на 17. Ну, да, это 6. Да, действительно. Замечательно. Так, ну, более-менее, наверное, поняли. Значит, в таких заданиях мы составляем уравнение, дальше решаем это уравнение. Как решать уравнение, мы, собственно, в предыдущем смотрели. Упрощаем буквы на часть, дальше находим решение. Так, теперь посмотрим, как это все применяется для решения задачи. Значит, пусть у нас есть такая задача. В книге напечатаны рассказы и повесть, которые вместе занимают 70 страниц. Повесть, 15 минут осталось до конца урока, до 14, ну, по-моему, времени 14.50. По-вашему, значит, до 13.50. Итак, в книге напечатаны рассказы и повесть, которые вместе занимают 70 страниц. Повесть занимает в 4 раза больше страниц, чем рассказ. Спрашивается, сколько страниц занимает рассказ и сколько повесть. Как выглядит решение этой задачи? Давайте мы предположим, что у нас рассказы занимают x страниц. Тогда повесть, соответственно, занимает 4x страниц, потому что в 4 раза больше. Дальше, по условию задачи мы знаем, что рассказ и повесть вместе занимают 70 страниц. Значит, получаем уравнение 4x плюс x равно 70. Дальше мы решаем это уравнение. Понимаем, что 5x равно 70, соответственно, x равно 70 делить на 5, x равно 14. Ну, и осталось нам вычислить, посмотреть вообще, что мы нашли и что нас спрашивали в задаче. Мы нашли x, а x это у нас было, сколько страниц занимает рассказ. Значит, у нас рассказ занимает 14 страниц. И надо было еще узнать, сколько занимает повесть. Соответственно, это 14 мы умножаем на 4 и получаем 56. Значит, 56 страниц у нас занимает повесть. Ну, и можно на всякий случай еще проверить в конце. Подставим 14 вместо x. Ну, и получим, что 14 плюс 56 действительно равно 70. Справа у нас показано, как это обычно оформляется, собственно, само решение на письме. То есть мы вот это все подробно обычно не расписываем, а пишем ровно следующим образом. Вначале у нас должно быть написано, что мы взяли за x обязательно. Значит, вот мы пишем, пусть рассказ занимает x страниц. Дальше, соответственно, составили уравнение, записали это уравнение, решили это уравнение. Решили, решили, решили. Вот нашли x равно 14. Посчитали, что 4x равно 56. И дальше обязательно записали ответ. Причем в ответе у вас обязательно должны быть указаны единицы измерения. То есть если у вас в данном случае, например, страницы, то в ответе должно быть 14 страниц и 56 страниц. При этом единицы измерения вы никогда не пишете в той части, где решаете уравнение. То есть видите, вот у вас идет часть, где вы просто решали уравнение. Здесь никаких страниц нет. У вас, в общем, единицы измерения должны появиться в самой первой записи, где вы пишете, что вы берете за x. И в самом конце, где вы пишете ответ. Причем обязательно они в ответе должны быть, иначе это будет ошибкой. Ну почему? Потому что, ладно, если это страницы, то в принципе понятно, что я имелась в виду. Например, в задаче, где у вас там будут метры, сантиметры, километры, тонны, килограммы, минуты, часы. Вообще непонятно, если вы единицы измерения в ответе не пишете, что вы насчитали. Там у вас получилось 15 метров или 15 сантиметров или 15 километров. Но при этом, еще раз я обращаю внимание, что при решении уравнения, в самом уравнении мы не пишем единицы измерения. Так, замечательно. Давайте попробуем тогда решить задачу. Итак, задача. На одной стороне улицы вдвое больше домов, чем на другой. Когда на улице построили еще 12 домов, то всего стало 99 домов. Спрашивается, сколько домов было на каждой стороне улицы изначально. 87, я понимаю, что вы посчитали. Это вы посчитали, сколько было суммарно до того, как построили еще 12 домов. А нам нужно узнать, сколько было на каждой стороне улицы. То есть не в сумме, сколько их было, сколько было на одной стороне и сколько было на другой стороне. Так, ну вот, про 87 делить на 3 – это какая-то здравая более-менее мысль. Ну, смотрите, 174 – это совсем вряд ли, потому что если построили еще 12 домов и стало 99, то вряд ли их было 174. Как-то это было бы странно довольно. О, 29 плюс 58. Шик. Давайте посмотрим, значит, как у нас должна была решаться эта задача и как это должно быть оформлено, когда вы это пишете на практике. Значит, что мы пишем? Сначала мы пишем, что мы принимаем за х. Соответственно, мы пишем, что пусть х домов было на одной стороне. Так, божественно. Значит, дальше мы начинаем составлять уравнения. Вот у нас было на одной стороне х домов, а на другой было в два раза больше домов. Значит, там было 2х домов в два раза больше. Дальше построили еще 12 домов. Значит, мы это складываем и прибавляем еще 12 домов. И получилось в итоге 99. Значит, вот это все стало равно 99. Соответственно, что мы делаем дальше? Дальше мы начинаем решать наше уравнение. Для этого мы сначала упрощаем буквенную часть. Вот у нас есть х плюс 2х. Это получается вместе 3х. Значит, 3х плюс 12 будет равно 99. Дальше мы знаем, что если у нас есть плюс 12, то чтобы найти 3х, надо из 99 вычесть 12. Соответственно, получаем 87. Ну и теперь, чтобы найти х, нам нужно 87 разделить на 3. Делим 87 на 3. Получаем, что х будет равно 87 разделить на 3. 29. Смотрим, что нам надо было найти в задаче. После того, как мы дорешали все уравнение, по-хорошему давайте вернемся, посмотрим, что мы вообще нашли, а что надо было найти. Надо было найти, сколько домов было на каждой стороне улицы. Хорошо. А мы нашли, сколько домов было на одной стороне. Значит, нам еще надо посчитать 2х, потому что на второй стороне было в два раза больше домов. Мы получим 58. Вот мы вычислили 2х, получили 58. И после всего этого мы обязательно пишем ответ. И в ответе пишем 29 домов и 58. Значит, еще раз обращаю внимание на то, как это все оформляется. Обязательно у вас при решении задачи с помощью уравнения. Сначала должно быть написано, что вы взяли за х, потом у вас идет уравнение, и при записи уравнения вы нигде не пишите единицы измерения, и в конце у вас обязательно идет ответ, в котором вы пишете единицы измерения. Вот так это правильно оформляется. Так, ну что, хочется верить, что более-менее понятно. Давайте посмотрим еще примерчик. Давайте попробуем такую задачку решить. А я задумал число. Если его увеличить на 15, а результат умножить на 8, то получится 160. Спрашивается, какое число я задумал. Значит, мое число мы сначала увеличили на 15, то, что получилось в итоге, умножили на 8, и получилось 160. Так, ну, в основном у всех получается 5. Давайте посмотрим. Значит, опять же, если мы это оформляем, мы пишем в начале строчку. Пусть я задумал число x. Дальше мы составляем уравнение. Значит, у нас написано, что если его увеличить на 15, значит, x плюс 15, а результат умножить на 8, значит, мы это умножаем на 8, то получится 160. Дальше мы решаем это уравнение. Ну, видим, да, что можно 160 поделить на 8, значит, мы получим x плюс 15. Получаем, что x плюс 15 – это у нас 20. Ну, и, соответственно, чтобы найти x, надо из 20 вычесть 15. Получаем, что x – это 5. Ну, значит, действительно получилось, что x равно 5. И в конце мы пишем ответ. И в ответе пишем «я задумал число 5». Ну, вроде все легко. Поехали дальше. Никто ничего не спрашивает, значит, пока все понятно. Дальше есть такая разновидность задач в текстах, которые решаются тоже с помощью вот той же схемы, с помощью приведения там буквенной, упрощения буквенной части там и решения последующего уравнения. Подобного рода задачи – это называется задача на смеси и сплавы. Ну, там обычно фигурирует либо какая-нибудь смесь кислоты с водой, либо какого-нибудь сиропа с водой, либо чего-то подобного, либо это сплав какой-нибудь там меди-соловым, там, я не знаю, бронзу с алюминием и так далее. Как решаются все подобные задачи, давайте посмотрим. Вот у нас пример. Задача. Для приготовления напитка берут две части вишневого сиропа и пять частей воды. Спрашивается, сколько надо взять сиропа, чтобы получить 700 грамм напитка. Как это все решается? Мы обозначаем массу одной части напитка за х. Соответственно, тогда мы понимаем, что у нас масса сиропа – это 2х, а масса напитка целиком будет 2х плюс 5х, потому что масса воды – 5х. Дальше мы знаем, что по условию задачи масса напитка 700 грамм, составляем уравнение, значит, у нас 2х плюс 5х – это 700, то есть 7х – это 700, значит, х равно 100. Ну, и нас спрашивали, сколько надо взять сиропа. Сироп у нас составляет 2 части, значит, мы это 100 умножаем на 2, получаем 200, соответственно, 200 грамм. Вот справа у нас показано, как это обычно оформляется. Значит, мы вначале пишем, что мы взяли за х, ну, в данном случае, ну, и вообще в таких задачах за х почти всегда берут одну часть того, что у нас представлено. Дальше составляем какую-нибудь, ну, можно табличку даже кратенько себе составить, составляем уравнение, решаем уравнение, находим ответ, пишем в ответ с единицами измерений. Ну, давайте попробуем по этой схеме решать дальше. Я тоже, если честно, не знаю, зачем писать, если тут и так есть ответ, для меня это загадка. Давайте посмотрим. Такая вот задача. Для приготовления бутылочного стекла берут 25 частей песка, 9 частей соды и 5 частей извести. Спрашивайте, сколько потребуется соды, чтобы изготовить 390 килограмм стекла. Давайте решим эту задачу. так, 90, вижу килограмм, вижу еще 90. Давайте решим, посмотрим. Значит, опять же, да, там, пустик с килограмм, одна часть. Мы записали это вначале. Дальше можем кратенько себе записать, что у нас тогда есть песок, сода и известь. Значит, песок у меня будет 25х, сода будет 9х, а известь будет 5х. И я знаю, что если это все сложить, то у меня получится 390. Ну, составляем уравнение. Значит, наше 25х плюс 9х плюс 5х 390. Ну, опять же, упрощаем, да, по той же схеме. 25 плюс 9 плюс 5 – это у нас 39. Получаем 39х равно 390. И, соответственно, отсюда х равно 10. Что мы нашли? Мы нашли, сколько составляет одна часть, а нам надо было узнать, сколько потребуется сода. Сода у нас – это 9х. Значит, мы считаем, чему равно 9х. 9х равно 90. И в конце, опять же, обязательно мы пишем ответ, и в ответе пишем 90 килограмм. Ну, собственно, там вроде у всех 90 и получалось, насколько я помню. И это прекрасно. Так, ну что, давайте тогда подытожим, что мы с вами сегодня сделали. Мы с вами посмотрели, два распределительных свойства умножения относительно сложения и относительно вычитания. И посмотрели, зачем они, в общем-то, нам нужны. Во-первых, мы видели, что они нам помогают упрощать вычисления. Да, там многие вычисления можно проводить в уме, если вместо того, чтобы вычислять напрямую, либо выносить за скобки общий множитель, либо наоборот, если у вас число близко к какому-то круглому, разложить его как сумма или разность чего-то круглого, и, допустим, единички-двойки. И потом умножать. Затем мы посмотрели, как с помощью него упрощаются буквенные выражения и, собственно, зачем это нужно. То есть это нужно для решения уравнений, для решения примеров, типа подставьте там число и найдите значение выражения. И, собственно, посмотрели, как выглядят задачи, да, такие, к которым эти уравнения надо составлять. Ну, вот одна из классических таких задач, задачи на смеси и сплавы, полностью посмотрели, как она решается. Ну что, я надеюсь, что было интересно, понятно и будет полезно. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова